Добрый день, мои дорогие подписчики и все те, кто зашел на мой канал, просто поинтересоваться тем, что здесь происходит. С вами Евгений Гордеев из славного города-героя Смоленска. Друзья мои, как мы все наблюдаем, не утихают дебаты по поводу громкого публичного заявления матери Влада Бахова Анастасии Фадеевой о запрете Дэнни Врею писать и публиковать в любом формате, в любой форме, в печатном, аудио-видео формате книги о ее сыне Владе Бахове. Причем, заметьте, речь в этом публичном заявлении идет именно и только о книгах, а не о видеороликах, комментирующих трагедию Влада Бахова. Но буквально все, комментирующие это заявление, вы, друзья, посчитали, что запрет этот распространяется также и на ролике. Я присоединяюсь к вам и тоже считаю, что если бы это было не так, это заявление как-то видится несколько куцем. Что же этот блогер Дэнни Врей сотворил такого, что подвигло Анастасию сделать такое громкое публичное заявление? Насколько я помню, Дэнни Врей пришел в тему Влада Бахова довольно-таки давно. Я больше года в этой теме, а он, наверное, до меня еще пришел. И постоянно его канал набирает обороты. У него уже около 10 тысяч подписчиков. И надо сказать, что многие его выступления, ну, я некоторые смотрел по этой теме, не лишены интереса, не лишены логики богатого словарного, словесного антуража и определенной эмоциональной окраски. Еще более они востребованы, как мне представляется, зрителями именно сейчас, когда реальными угрозами по кибербуллингу, например, давлением всяческим, иными, порой за гранью находящимися методами, противной стороне, 12+, и их адвокатам и пособникам, удалось дезавуировать деятельность большинства блогеров, освещающих тему Влада Бахова, прежде всего крупных блогеров, отстранить их от активной работы в этой сфере. Вспомним хотя бы того же Буду Гришну, Костю Самофалова, Народное Слово, Мишу Нигматову, Коча ТВ, Николаевых, Петруху и многих-многих других, я всех перечислять не буду, ахаянных, оказавшихся за абортом. А ведь именно благодаря во многом им весь мир, а Россия тем более, узнала трагедию Влада Бахова. Именно они подняли огромный девятый вал народного интереса и народного гнева. Гнева по отношению к случившемуся с Владом и гнева по отношению к тем, кто, так сказать, вяло текущее расследование вел. Девятый вал, не давший крестануть это дело еще на территории Смоленщины. И вот, друзья, мне видится, настала очередь Денни Врея. Мне думается, что вовсе не случайно, сколько-то месяцев, более полугода, по крайней мере, там он за прошлым годом, осенью, наверное, не случайно были извлечены на свет 18-летней давности факты его биографии. Факты действительно страшные, действительно страшные. Это зверская расправа над 12-летней девочкой. Пять ножевых ударов в сердце, а перед этим, может быть, и даже изнасилование девочки. И искалеченная судьба другой девочки, 16-летней, которая бросилась из окна и стала инвалидом первой группы. На всю жизнь, так сказать, осталась инвалидом. Вынуждена была бежать, как говорят, из страны от этого страшного подонка и от этого страшного воспоминания, будем так говорить. И все это содеял тогдашний 28-летний Денис Самохин. Он же начинающий сочинитель кровавых детективов Локтионов. И он же, как оказалось, нынешний блогер Деннив Рей Прозаик. Все это, о чем я говорю, обнародовано на Ютьюбе. Практически документально произведена идентификация Дениса Самохина и Деннив Рея. И будто по команде, не будем это отрицать, так сказать, или закрывать на это глаза, была начата массированная атака на этого блогера. Как мне тогда казалось, поначалу, с целью добиться его ухода из темы Влада Бахова, именно по морально-этическим соображениям. Я и сам, считая так же, что морально-этические соображения должны быть включены в первую очередь, и только это, я и сам поучаствовал в этой, давайте называть вещи своими именами, в этой травле, выпустив несколько роликов, в которых я пытался убедить Дениса Деннив Рея в том, что он, как где-то убийца, не имеет никакого морального права вещать на весь мир о трагедии убиенного же подростка Влада Бахова. Собственно, я и сейчас считаю так, что он морального права не имеет и сейчас. Но после вот этого заявления Анастасии, я взглянул на этот прессинг на Дени Врея совсем под иным углом, я понял, что вовсе не морально-этическая сторона вопроса волнует тех, кто начал и кто продолжает дожимать Дени. Они выполняют заказуху, они выполняют задачу убрать его из темы Влада, причем по совсем иным соображениям, по совсем иным соображениям, убрать, как одного из последних магикан, продолжающих гнать волну, уже не такую девятивальную, подогревающих интерес общественности, не дающих возможности без шума и пыли прекратить уголовное дело об убийстве Влада Бахова и поскорее забыть об этом деле. Я, друзья, далек от мысли, что это заявление написала и выложила на всеобщее обозрение сама Анастасия. Почему она этого не сделала много месяцев назад, когда, по сути, всем нам стало известно уже мрачное прошлое Дени Врея? Неужели же ей только сейчас стало невмоготу, совсем невмоготу от того, что Дени пишет книгу об этой трагедии, от того, что он ежедневно делает ролики по этой теме? Нет, конечно. Просто сейчас теми, кто планирует и организует противодействие, а то, что оно планируется и организуется, мы прекрасно понимаем и видим, что ими принято такое решение сейчас. О запрете Дени использовать имя Влада Бахова в его публикациях, в его книгах, в его роликах. Но я, как юрист, скажу вам, друзья, что никакой юридической силы этот запрет не имеет. Не имеет. И никакой меры ответственности за нарушение этого запрета не существует. Ни административной, ни уголовной. Только может быть, вот я говорю, общественное порицание какое-то. Конечно, если Дени в своих публикациях и произведениях допустит клевету в отношении кого бы то ни было, ну там, родителей самого Влада, оскорбление их, нарушит какие-то иные нормы права, ну там будут призывы экстремистские какие-то, или террористические, или к свержению там действующей власти силовыми методами, то отвечать придется. Но я думаю, что вряд ли у Дени до этого дойдет. Вряд ли он этим будет заниматься. Итак, друзья, я предлагаю вам выслушать мои выводы из всего сказанного. Ну, во-первых, мой вывод такой, что Дени Врей, как детоубийца, хотя и не судимый за это деяние, как мы знаем, по причине признания его невменяемым, не имеет морального права вещать и писать о трагедии Влада Бахова. Второй вывод. Никто и ничто не может запретить Дени Врею делать то, что он сейчас делает. Писать, говорить, выступать и так далее. Третье. Дени Врей, освещая тему Влада Бахова, делает, надо признать, несмотря на мое к нему отношение, как где-то убийцы, делает положительный вклад в наше общее дело, то есть в стремление добиться правды, истины по делу, полного и объективного расследования и привлечения виновных к установленной законам ответственности. И последний вывод. Дени Врея хотят сейчас устранить из темы Влада Бахова. Я хочу сказать, друзья, также, что я лично, как старый опер, мент, кому угодно так называть, не побрезговал бы, не побрезговал бы получить любую информацию, которая помогла бы раскрыть тяжкое преступление, в том числе преступление в отношении Влада Бахова, даже от самого отпетого убийцы. Но ни у кого из блогеров, включая Дени Врея, и у меня в том числе, такой инфы, к сожалению, нет. Нет. мы не обладаем такой информацией. Хотя я уже давно, как бы, представляю себе, что там могло случиться, и кто мог это совершить. Хотя, почему я говорю нет? У нас у всех есть информация о том, что в интернете существует видео, изобличающее убийц Влада Бахова. Мы знаем, что есть свидетели, видевшие эти страшные кадры. Как этой информацией распорядился или распорядиться Следственный комитет Российской Федерации, это уже другой вопрос. Это уже выходит за рамки того, о чем я говорю. И последнее, и последнее, я имею в виду, последнее в этом моем видеовыступлении. Я, наконец, получил заключение эксперта-криминалиста с 45-летним стажем исследовательской работы, а у экспертов-криминалистов именно исследовательская работа. Он и сейчас активно участвует в том, что помогает и делает заключение для следователей, для судов по разным вопросам. изучив представленные мною ему фотографии Дениса Самохина образца 2002 года и Денни Врея образца 2006 Денис Самохин где-то убийца и Денни Врей которого мы все знаем блогер. это одно и то же лицо. Хотя повторяю значит ничего так сказать юридического никаких юридических последствий значит от того что мы это установили и что мы это знаем это не влечет для того же Дени Врея. Для того же Дени Врея. Совершил он 2002 году убийство другая девочка покалечилась по его вине он значит лечился длительное время ну и так далее значит меня честно говоря его судьба дальнейшая мало интересует и вот он значит предстал перед нами под ником Дени Врей выступает и так далее и ну и что ну и что я тут как сказать ничего не могу сказать а я всегда смотрю с позиций юридических с моральных да с моральных ну кому претит как мне например то что перед нами выступает что что выступает убийца пусть даже и в не вменяемом состоянии так сказать не я его доводил до этого состояния а тем более у меня есть большие подозрения что что невменяемым его сделали чтобы увести эту уголовную ответственность большие подозрения судя по его поведению так сказать во время совершения преступлений после совершения преступления все это известно как он себя вел я делаю вывод для себя что он был вменяем ну тем не менее значит ничего сейчас для него это не учет а смотреть или не смотреть слушать или не слушать даже пусть и раскаившегося убийцу это дело это моральная сторона уже каждого кто его слушает друзья с вами был Евгений Гордеев из славного города Героя Смоленска не забывайте ставить лайки подписываться на мой канал здесь говорят только правду и не забывайте друзья вершить добрые дела помогая моему домашнему приюту для наших попавших в беду четвероногих друзей спасибо за то что вы были со мной пока субтитры